лекция 32 сегодня меня спросили с кем я общаюсь сейчас и очень их удивил мой ответ что ни с кем с сыном и с внуком я встречаюсь регулярно вот это раз в неделю две но это не общение а жизнь моя женщина меня встречаюсь по мере необходимости моей необходимости и это не необходимость а потребность ну вот и все это не общение а как же общение с друзьями просят контакты с однокомыми обсуждение новостей и событий я понимаю что они правы лет 10-15 я бы тоже был в шоке от такой позиции но сейчас мне непонятно как можно променять для варенья слов ну например на игру на скрипке или танцы или прослушивание музыки или прогулки по лесу чтение книги в конце концов или творчество и для этого всего мне никто не нужен и уж тем более что-то с ними обсуждать общаться хотя да иногда мне нравится поехать потанцевать девчонкам 3-5 человек но танцую то я сам это в основном алф там в паре не потанцуешь еще я много читаю обзоры событий в тех сфераджиде бизнеса науки и творчества которые мне интересны на которые я подписан в интернете разумеется и смотрю там видео если по этим темам читаю комментарии слушаю подкасты да много пишу сам поэтому регулярно есть какие-то отклики обсуждения много задать вопросов но и по работе отговоров очень много хотя в последнее время больше переписки чем отговоров ртом хотя и переписка тоже происходит при участии рта приходится наговаривать а программа уже распознаёт текст и отправляет куда нужно ну если это общение то да вот так вот я общаюсь но мне совсем не нужно сидеть в кафешке сосать кофе и делать вид что мне интересно о чем они говорят приходит в гости праздновать на каком столом выпивать и веселиться быть вежливым даже даже не здороваясь людьми когда не вижу их интересно имею полное право если мне это не нужно могу уже себе позволить не быть вежливым и тактичным если так не чувствуя себя какими людьми вежливость ради вежливости поэтому общение это не то что важно в жизни может во время взросления чтобы чему-то научиться но уже на взрослом состоянии лучше пользоваться мозгами чем разогами прикольный металл